Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики, с начала года в столице на пожары ИЧС спасатели совершили более 2800 выездов. На пожарах погибло уже 14 человек. Три человеческие жизни унесла прошедшая неделя. 59 человек, из которых двое детей пострадало. К счастью, 279 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее подробности о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник, можно сказать, сама нетрезвость стала возможной причиной пожара в столице. Около половины девятого вечера начался пожар в квартире жилого дома по улице Андреевской. Уже спустя 20 минут после тревожного звонка спасатели справились с возгоранием. Горело имущество на площади 5 квадратных метров в одном из помещений трехкомнатной квартиры. Огнем повреждены интерьер и мебель. Предполагается, что нетрезвая 68-летняя мать хозяйки квартиры оставила без присмотра светильник на кровати. От лампы и загорелись постельные принадлежности. Вечером во вторник в Минске дважды оказавшегося под автомобилем пешехода спасли работники МЧС. На улице Плеханово пешеход угодил в аварию и чудом остался жив. Один автомобиль отправил мужчину под колеса другого. 36-летний минчанин, к слову нетрезвый, пострадал по своей же неосторожности. Он хотел перейти проезжую часть в неположенном месте. Выбраться из-под автомобиля самостоятельно мужчине не удалось. Он получил серьезные травмы, и чтобы вытащить пострадавшего из ловушки, бойцы МЧС развернули спасательную операцию. Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой помощи. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Минск чрезвычайно. Свеча горела, а вместе с ней поздно вечером во вторник и вся квартира в одной из многоэтажек по улице Тимошенко. Со слов хозяйки она зажгла ароматические свечи в доме. От одной из них прямо на хозяйке загорелся халат. Она пыталась тушить самостоятельно, но у нее ничего не вышло, и пришлось убегать и вызывать спасателей. Огонь быстро распространился по помещению, и спасателям пришлось эвакуировать еще 32 жильца, в том числе пятерых детей. Тем не менее, стихии удалось побороть. И это при том, что техника пожарных с трудом смогла добраться к месту пожара. Проезд был заблокирован припаркованными машинами. Конец недели выдался для спасателей напряженным. В воскресенье около полудня возле одного из гаражей гаражно-строительного кооператива «Магистральный-4» по улице Бехтерева горел мусор. Была вероятность, что в железной постройке могло гореть и имущество. Спасатели приняли решение вскрыть гараж. С помощью специнструмента бойцы срезали замки на дверях и увидели, что, благо, огонь серьезно не пробрался внутрь и не повредил имущество. Причиной пожара мог стать поджог. На улице Заславской едва не погибла супружеская пара. ЧП произошло днем. О сильном задымлении на восьмом этаже многоэтажки сообщили жильцы дома напротив. Огнеборцы были на месте всего через несколько минут. Бойцам МЧС пришлось нелегко. Двери квартиры были закрыты, их пришлось вскрывать. В это время с помощью автолестницы на кухню забралась еще одна группа огнеборцев. На полу они нашли лежащую без сознания женщину. В другой комнате находился ее супруг. Как оказалось, именно эту женщину работники МЧС уже спасали 15 сентября из полыхающей квартиры на улице Танковой, где она находилась в гостях. Хочется верить, что пострадавшая в этот раз все осознает и сделает для себя соответствующие выводы, так как третьего раза судьба может ей не предоставить. Обоих пострадавших на этом пожаре, причем мужчину в крайне тяжелом состоянии, работники МЧС передали врачам скорой. Причиной пожара, скорее всего, стала неосторожность при курении. Тем более, что хозяин на момент происшествия был сильно пьян. Минск чрезвычайный. А ночью пламя охватило деревянный дом в переулке Веснинка. О происшествии на 101 сообщили случайные очевидцы. Когда спасатели приехали к месту, дом уже полыхал вовсю. По предварительной версии, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем. При проливке конструкции сгоревшего деревянного дома пожарные обнаружили обгоревшие дела троих человек. Известно, что хозяин дома, 90-летний дедушка, почти пять лет в доме не проживает. Здание без электричества. Отсутствует центральное газоснабжение и печное отопление. Последний раз его проверяли спасатели в июле текущего года. И тогда помещение было закрыто и огорожено забором. Что же могло послужить причиной трагедии? Это установят специалисты. Они же и выясняют личности погибших. Ну что ж, на сегодня это все. Вот такой была ушедшая неделя в Минске. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин